МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркие страницы культурной жизни Северной столицы, ежедневный выбор петербургских корреспондентов. В студии Анна Фрадкина. Здравствуйте. Луч золотого софита в 18-й раз на церемонии в Тюзи назвали имена лауреатов Высшие театральные премии Петербурга. Полвека служения сцене творческий юбилей отмечает Николай Мартон, старейший артист Александринского театра. И примерка новогоднего наряда по ночам. Набережные и мосты Петербурга украшают новой праздничной иллюминацией. Итак, названные лауреаты золотого софита прошедшего театрального сезона. В этом году церемония проходила уже в 18-й раз. В здании театра юного зрителя, которому исполнилось 90 лет. С этой цифрой длину своего творческого пути сравнивали известные вручатели премии. По очереди на сцену выходили народные артисты Николай Буров, Александр Белинский, Яра Зиганшина, Леонид Неведомский. Ирина Соколова, имя которой ассоциируется с Тюзом, получила премию за лучшую женскую роль. Позвучали и новые имена. Подробнее об ожиданиях и открытиях золотого софита Юлия Демидова. Спектакль, который идет раз в году. Актеры и режиссеры ждут как праздник. Сегодня они заходят через главный вход и рассаживаются в зрительном зале. Правда, обойтись без актерской импровизации не могут и на церемонии награждения. Победительница в номинации «Лучшая роль второго плана» Леона Жвани за несколько минут смогла превратить свою роль в главную. Вместо традиционной благодарственной речи – правила поведения для номинантов. В этом году в числе номинантов не было громких режиссерских имен. Фокин, Додин и Могучи взяли паузу. Не будем сетовать на то, что в этом году нет таких очень дающихся ярких работ. Но все нормально. Это так должно быть в нашей театральной жизни. Мы не всегда, потому что как-то так, нет, как синусоиды. Так, 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 так. Основная борьба развернулась в балете. Между Роденом Бориса Эйфмана и многогранностью Начо Дуата. В итоге все награды за лучшую мужскую и женскую роли, а также за лучший балетный спектакль вручили театру Эйфмана. Мы действительно не только создаем спектакль, но мы как бы даем возможность открыться талантам наших актеров. Создаем для них роли специальные, которые дают им возможность открыться. И, в общем-то, постоянно высокая оценка творчества наших актеров, она действительно говорит, что мы, в общем-то, создали театр актеров. Событием года, по мнению экспертного совета, стал мюзикл «Бал вампиров» в Театре музыкальной комедии. Еще одним открытием признали документальный спектакль «Антитела» молодого режиссера Михаила Патласова. Постановка основана на реальных событиях – истории гибели антифашиста Тимура Качаравы. У нас артисты не выходят на поклон, поэтому я бы не хотел получить никаких аплодисментов от вас. Специальными премиями в этом году отметили певицу, солистку Мариинского театра Ирину Богачеву, профессора Академии театрального искусства Вениамина Фельштинского и музыканта, руководителя оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. Следующий сезон обязательно будет насыщеннее и ярче, уверены организаторы, и надеются, что у «Софита» все-таки хватит энергии, чтобы осветить новые театральные работы и в следующем году. Юлия Денидова, Всеволод Киселев, Сергей Ларичев, Новости культуры, Санкт-Петербург. Лучших в своей области скоро выберут и музейные работники. Церемония награждения премии «Музейный Олимп» пройдет в Петергофе 12 декабря. В этом году смотр стал всероссийским. До этого в нем участвовали исключительно петербургские музеи. Всего на конкурс было прислано 29 заявок. Победители будут названы в четырех номинациях. Выставка года, музейная книга, музей детям и престиж Петербурга. В числе петербургских финалистов «Царское село», «Гатчина», «Павловск», «Эрмитаж», «Русский музей», «Музей театрального и музыкального искусства», а также «Музей хлеба» и «Музей кукол». Премия «Музейный Олимп», которая была учреждена три года назад, стала первой в России профессиональной музейной наградой. Работу своих коллег оценивает жюри из авторитетных представителей музейного сообщества. Лауреатам вручают статуэтки «Мнемазины» – богине, олицетворяющей память. Творческий юбилей отмечает народный артист России Николай Мартон. Мальчик из украинского села, поступивший в Киевский театральный институт. За 50 лет он сделал головокружительную карьеру, стал одним из самых востребованных актеров Александринского театра. Лабиринт из-за кулиси, как вехи в творческой судьбе Николая Мартона. В сюжете Елены Гордиенко. Вообще он прыгает в любой эксперимент. С удовольствием. С таким артистом приятно очень работать. Он ничего не боится в этом плане. Энергичный, рисковый и даже обольстительный. Все эти слова об артисте, который отмечает полувековой юбилей на сцене Александринки. Николаю Мартону удался удивительный фокус. Не просто сохранить творческую молодость, а стать даже ярче и смелее, чем 50 лет назад. Когда студентом он первый раз ступил на порог этого театра и увидел спектакль «Гамлет». Я был потрясен этим спектаклем. И выйдя по спектаклю на улицу, вот площадь Островского, да, повернулся и стал на колени перед этим театром. Стал на колени. И, конечно, я думал о том, господи, какое счастье, что работают здесь эти артисты. Никогда не думал и не мечтал даже, что мне придется работать в этом театре. Но очень скоро молодого артиста из Симферополя заметил Леонид Вивьен. Главный режиссер был известен тем, что сам тщательно подбирал актерскую палитру. Так он называл труппу. Увидев Мартона на гастролях Крымского театра, Вивьен понял – это та краска, которой не хватало. И сразу главные роли. Альбер из «Скупого рыцаря», Фабиана Фабиани из «Марии Тюдор». Так в 28 лет Мартон начал свой путь на этой сцене. Вот это была, вот сейчас она вторая, была пятая гримуборная актерская. И первое место, когда я пришел в театр, было здесь. На этом месте сидел Игорь Леонидович Горбачев, потом он поднялся к народным артистам, а мое место несколько лет я занимал здесь. Путь от этой гримерки до знаменитой десятки народных артистов занял всего несколько ступенек и несколько лет. Молодой актер учился у корифеев, хранителей традиции Александринки – Симонова, Черкасова, Тулубеева. Бруно Фрейндлих лично передал ему свою роль Пэра Гюнта, добавив, это должен играть только Мартон. У меня есть своя молитва перед каждым спектаклем, но здесь я просто к ним обращаюсь за помощью. Они мне помогают, вот своей энергией, потому что даже в этих фотографиях есть энергия, которая может тебя питать. Дальше были спектакли, которые принесли Мартону всесоюзную славу. Сент-Экзипюри, граф Шабельский в Иванове, Наполеон. И к каждой премьере он готовился как к новому бою – стратегии и тактика в красном блокноте, где по традиции актеров старой школы все роли переписаны от руки. Чтобы можно, когда ты где-то идешь гуляешь или ты едешь где-то в метро, ты мог открыть себе такой блокнотик и посмотреть текст, и запоминать его, и медленно укладывать, и сопереживать вместе. На актерском трюмо – идеальный порядок, и лишь пара фигурок, талисманов. Хорошей приметой для режиссеров стал с началом новой эпохи Александринки сам Николай Мартон. Это вход в царскую ложу из этого прекрасного фойе, и там идет репетиция Гамлета. Репетирует Валерий Фокин. Посмотрите. Валерий Фокин вдохнул в театр новую жизнь. Яркие имена, дерзкие идеи. Не всем из старой труппы удалось перестроиться. А Мартон не только смог, он будто скинул с плеч пару десятилетий. Желание еще больше сделать, чем ты сделал за свою жизнь. Еще больше найти те характеры, те идеи, те возможности человеческие, актерские, для того, чтобы и публику увлечь, и чтобы самому было интересно. Самым сложным, признается Мартон, было завоевать не зрителей и даже не признание коллег. Нужно было покорить саму сцену такого непростого классического Александринского театра. У него получилось. Так что я бы назвал его жестким театром, но потом, когда ты отдал ему жизнь, то, конечно, это театр. Твой это театр. Дом. Я прихожу сюда, и для меня все абсолютно родное. И любой портрет, и этот стул, это кресло, этот рояль. И каждый человек, который работает в этом театре, мне дорог. Елена Гордиенко, Максим Смирнов, Дмитрий Долгов, Максим Лапин. Новости культуры Санкт-Петербург. Петербург готовится к Новому году. Надевает праздничный наряд. Володарский мост украсят белыми и синими лампами. Этой ночью их начали вывешивать на специальных тросах. Всего понадобится более тысячи лампочек. Работа сложная. На большой высоте на монтаж убранства уйдет около трех ночей. На университетской набережной на фонарях подвесили разноцветные снежинки. Троицкий и Благовещенский мосты уже готовы к праздникам. Они получили объемную подвеску. В течение ночи она меняется. Все выглядит как своеобразное шоу. Сегодня же на календаре 4 декабря. В этот день 130 лет назад родился Яков Перельман. Основоположник жанра научно-популярной литературы. Автор книг по занимательной алгебре, геометрии и физике. Другие даты и факты в петербургском историческом календаре. 4 декабря 1706 году, в день празднования победы над шведами, по указанию Петра Первого, на фасадах домов у Петропавловской перебасти повесили фонари, которые впоследствии стали зажигаться по большим праздникам и тем самым положили начало уличному освещению Петербурга. 4 декабря 1796 года был опубликован новый военный устав. Павел Первый внедрял в русскую армию атрибуты армии прусской. Определялась даже длина косички у солдат и генералов. 4 декабря 1901 года родился актер Николай Симонов. Он поступил сразу в два в Петроградских вуза, в Академию художеств и Институт сценических искусств. Но поскольку начал играть в театре, окончил только один. В культурной программе Петербурга множество интересных событий. Продолжение рассказа завтра в это же время и не пропустите.